Без меня меня женили, так сотрудники Яргор Электротранса называют обращение к городской власти, написанное якобы от их имени. Скандальная жалоба создана и отправлена без ведома сотрудников. Елена Третьякова продолжит. На глазах коллектива происходит развал старейшего предприятия. Этими словами начинается обращение к исполнительной власти города сотрудников Яргор Электротранса. Письмо от 16 июля имело большой резонанс в СМИ. В нынешних нестабильных политических условиях внезапное недовольство коллектива Сергеем Балабаевым, сторонником оппозиционной партии, наводит сотрудников предприятия на размышления. Политические игры, как и всегда. В городе гражданская платформа «Единая Россия». Выборы на носу. А настроение в коллективе, ну какие настроения, как во всем городе. Вот после всей этой заварухи нам хотелось бы спокойно жить и работать. Сегодня на сход в первом троллейбусном депо собрались ремонтники предприятия. Их удивило и раздостадовало обращение к власти, написанное якобы от их имени. Письмо им показали уже постфактум. На нем нет ни единой подписи сотрудников МУПа. Недовольная инициативная группа никто на предприятии не видел. К тому же работники не согласны и с содержанием жалобы. Если от предприятия посылают письмо, в котором пишут, что директора развалит предприятие, да, что сотрудники им недовольны. Наверное, это письмо должны сотрудникам показать. Я должен его увидеть, подписать. Да, ну я же тоже сотрудник, правильно? Ну это уже режиссерство. Как снег заговорил. Короче, без меня меня женили. Якобы от нашего имени. А мы первое депо. И с новым духом не знали про это письмо. Я как работал, так и работаю. И буду продолжать работать, выполнять свои обязанности. Не хуже, не лучше зарплата, та же работа, та же. На заседании муниципалитета депутаты высказали свое мнение по поводу полученного обращения. Вот эти дела, связанные с финансами, которые здесь примерно 5 пунктов есть. Давайте сформулируем контроль на счетной палате, чтобы она вышла и сделала официальную проверку. А вот потом, надо ли или не надо в прокуратуру обращаться, по итогам проверки сделаем. Чтобы нам на месте понять, это один там человек воду мутит, даже какой бы должность не занимал, или действительно факты, которые здесь указаны, имеют место быть. Работники уже обращались в инспекцию по труду, и была проверка, которая никаких нарушений не нашла. По словам сотрудников МУПа, ухудшения условий работы и уменьшения зарплат у них нет. За малый срок, что Сергей Балабаев руководит предприятием, есть даже некоторые сдвиги к лучшему. Наш директор сейчас, он не технар, он экономист, финансист, он умеет считать деньги. И сейчас, по-моему, в современном обществе директор должен быть именно таким. В последнее время, вот, кстати, со снабжением стало лучше. Хуже точно не стало, лучше, наверное, в чем-то стало лучше. Если человек работает, он готов ему платить деньги, готов ему платить деньги. Если человек не работает, почему человек должен получать деньги? Сейчас коллектив Яргор Электротанца готовит новое обращение к городским властям. В нем они хотят реабилитировать своего руководителя. Обязательным пунктом письма будут личные подписи сотрудников предприятия. Елена Тридякова, Сергей Чекмарев, Городской телеканал.